День добрый и добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием EverQuest Next Landmark. Это новое ММО, которое находится в очень-очень ранней Альфе. И это ММО о том, чтобы взять себе кусочек земли на карте и на нем что-то построить, что-то абсолютно-абсолютно свое. У нас куча разных вещей, которые мы можем строить, которые мы можем крафтить. По идее, единственные рамки, которые нам даются, это размер кусочка нашей земли. Можно будет изменять ландшафт, можно будет строить здание. И я вот, например, сейчас путешествую по мирам, пытаясь набрать достаточно элементальной бронзы, чтобы построить себе специально... Вот считайте, то, что у нас рядом с Нексусом, а то есть вот сейчас я в самой центре карты, там, где мы появляемся на карте. И здесь сразу же уже стоит крафтинг-станция. Но мы можем, конечно же, насобирать материалов, скрафтить здесь свою крафтинг-станцию и потом отнести ее на свой кусочек земли и уже там все создавать. А то есть мне нужно Stone Forge. И я сейчас бегаю, собираю бронзу, камень, и мне нужно будет потом какое-то количество бронзы сплавить. И потом смогу себе построить вот такой же рабочий стол такой же, который я смогу отнести к себе на свой кусочек земли и там уже работать, строить. Конечно же, у нас есть разные вещи, которыми мы можем добывать материалы. У нас есть разные... я буду называть их кисточками, а то есть добавить, удалить, смягчить. Здесь потом у нас будут кисточки, которые будут нам позволять добавлять, убирать ландшафт. Здесь же у нас, я вот сейчас вот прокрутил по всем-всем-всем, скажем так, мирам. А то есть у нас есть два сервера, и на этом сервере есть разные миры. Миры отличаются не только тем, что они, ну, в каком-то больше игроков, в каком-то меньше игроков. Где-то у нас застроено, где-то нет. Миры также отличаются уровнем, а то есть уровень зависит от того, какие там будут материалы, что нам нужно, чтобы эти материалы собирать. Например, у нас здесь уже в первом мире есть парочка материалов, которые мы не можем собирать самыми начальными вещами. И вот, например, я сейчас себе срубаю дерево. Дерево не исчезает, к сожалению, но, по-моему, там ресет как раз вот один из материалов, которые я не могу собирать. А то есть, как вы видите, я могу выкопать вокруг него немножко земли, но я не могу его собрать. Я так... Ну, хорошо, я пойду. Мне так или иначе нужна бронза, и мы можем копать, а то есть мы можем прокапывать дырки. Эти дырки не навсегда, они исчезают. Конечно же, сервера обновляются, обновляются материалы, потому что, как бы, миры и вот эти вот отдельные континенты у нас ограниченных размеров. И это не Майнкрафт, в котором можно постоянно-постоянно-постоянно идти. Но попозже, конечно же, будет больше серверов, будет больше миров, будет больше игроков. И вот, например, у нас есть бронза. Мы сейчас копаем бронзу, камни. Если вы посмотрите на чат, то можно будет иногда увидеть синий дроп, когда я копаю бронзу. Вот, например, элементальная бронза, которая мне нужна. Мне нужно 10 штук, чтобы сделать себе свой рабочий стол. И что у нас здесь еще? То есть, по идее, все, что я вам только что описал, это все, что есть в Альфе. Больше здесь пока что ничего нету. Вы, конечно же, насобирав достаточно материалов, камня, дерева, вы можете построить все, что угодно. Но, конечно же, будут ресеты на Альфу, на открытую бету, на закрытую бету. Я как раз, по-моему, сейчас... Да, Агат нашел. В первый раз в своей жизни нашел Агат. Как-то странно смотрится и прячется очень-очень хитро. Я даже не знаю, зачем он. Но я его все равно соберу, потому что у нас в инвентаре для материалов нету границ. Мы можем материалы собирать сколько угодно. Итак, что у нас планируется? То есть, планируется... Первое, это кисточки для обработки земли на наших забитых участках. То есть, можно будет просто изменять ландшафт или изменять биом. Можно будет из пустыни сделать зимний ландшафт. Все-все-все это будет. Будут враги, будут специальные места. Будут редкие дропы и редкие места, в которые можно попасть, собрать какие-то специальные вещи. Но, так или иначе, пока что... Знаете, они, конечно же, это все красиво рассказывают. И было бы глупо, если бы они это не рассказывали красиво. Они говорили, что мы не знаем, что у нас будет в этой игре. Нет, они говорят, ууу, все будет обалденно. Но, нужно запомнить то, что они работают над EverQuest Next. Landmark. Это как бы побочный проект, который они взяли и сделали. А то есть, они выложили, считайте, те инструменты, которыми работают над EverQuest Next. И сделали из этих инструментов EverQuest Next Landmark. А то есть, они добавят к инструментам больше игровых элементов. Как бы прогрессию. И это выложит как отдельную игру. И это, конечно же, мило. Но нужно помнить, что да, это просто отдельный проект. Как раз вот тут вот отвратительный баг, в котором иногда натыкаешься. То есть, может быть, это классическая резиновая стенка. Но у меня такое впечатление, что это... Что это такое? Это что-то, что я могу собрать? Нет, это я не могу собрать. Фу, фу, гадость. О чем это я? Ах да, о том, что баги есть. И вот этот вот самый-самый такой неприятный баг, в котором натыкаешься просто на место, где очень-очень тяжело пройти и продвинуться вперед. И сейчас, конечно же, вопрос, стоит ли тратить деньги на эту игру, на доступ в Альфу, в бету. Скажу вам честно, нет. По крайней мере, то, что я видел в Альфе, этого не хватает. Лучше всего подождать, конечно же, когда игра выйдет в открытую бету. Она тогда будет абсолютно бесплатной. Ничего не нужно будет платить. Но мы посмотрим, может быть, до беты, а то есть до беты у нас два месяца, до конца марта, до беты у нас могут добавить очень много интересных, хороших элементов. И если это тогда будет хорошо, я вам тогда скажу к открытой бете. И, конечно же, я тогда раздам эти четыре ключика, которые мне пришлют. Но пока что, пока что это слишком дорого, это слишком забаговано, это слишком недоделано. Это потенциально интересный проект, но нужно будет за ним посмотреть, нужно будет за ним проследить. И да, и я это именно и сделаю. То есть я вам буду говорить, когда есть что-то интересное, добавления какие-то. Я что-нибудь забыл? Я что-нибудь забыл? Нет, ну, я вам, конечно же, не показал мой забитый участок, но это, скажем так, вот у нас, по идее, большая карта. И на этой карте можно увидеть маленькие квадраты, это забитые участки, то есть большие квадраты, это отдельные участки, в которых можно забивать участки. А маленькие квадратики, по-моему, рядом со мной был маленький квадратик, где-то слева, это то, где уже забитый участок. Кто-то уже там строит, что-то выкапывает, что-то ставит. И что-то, что-то я еще забыл вам показать. В левом верхнем углу у нас под фреймрейтом и под всем этим у нас еще количество, например, у меня сейчас показывает количество камня. А то есть это просто то, что я нафармил. Там мы выбираем кисточки, материалы, строительные материалы. Это для постройки. Внизу у меня, то есть у меня специальная вещь, которую дают людям, которые купили себе доступ в альфу. Это кирка и топор в одном. Топор, который я еще не убрал из инвентаря. А также три кисточки добавить, удалить и полечить. И бочка это просто... То есть тут некоторые вещи еще не получили свои картинки. Так что бочка это у нас, по-моему, это факел. То есть мне дали дополнительные факелы. Я их не крафтил, но мне просто дали их в подарок. Так что эти факелы можно у себя там на участке поставить, что-то осветить. И да, здесь есть смена дня и ночи. Здесь, как бы, пока что мир такой, в котором... Да, тут можно побегать, можно пособирать материалы. Но я просто уверен, что где-то за, ну, 2-3 часа все можно осмотреть. Абсолютно все. Чего не хватает? Это очень-очень не хватает врагов. Очень-очень не хватает чего-то вроде данженов. Это должны абсолютно добавить. И тогда, может быть, игра будет очень интересной. Может быть, еще стоит упомянуть, а то есть это то, почему разработчики говорят, заходите уже прямо сейчас, вы сможете, вы сможете. Разработчики собираются добавить специальный платный магазин. Но магазин не в котором они будут, скажем так, выставлять какие-то вещи. Может быть, они будут выставлять бафы на собирание материалов, будут выставлять бафы на экспириенс, на какое-то продвижение. Это, я просто уверен, это будет. Но они также собираются сделать магазин, в котором люди, которые играют, смогут выкладывать свои темплейты, так называемые. А то есть уже сделанные вещи, уже сделанный, например, дом полностью, уже сделанная мебель, которую можно купить. И это уже готовая вещь, ее не нужно заниматься дизайном, нужно просто собрать достаточно материала, и можно поставить ее, плюхнуть у себя на участке. Так что это то, чем можно будет заниматься, может быть, это людям нравится. И именно сейчас уже можно эти темплейты делать. И разработчики обещают то, что даже когда будут сервер вайпы, а то есть когда будут все зачищать, все переставлять на ноль, то темплейты будут оставаться на месте, чтобы уже работа людей никуда не исчезала. Итак, давайте я тогда сейчас просто подхожу к концу того, что я записал. Если вы не заметили это, конечно же, я сначала записал, побегал. Просто тут иногда тяжело найти время, когда можно попасть на сервера. Иногда очень-очень много людей, иногда просто сервера забиты, на них невозможно зайти. Иногда это баг, иногда это что-то еще, иногда это апдейт. Так что просто... Ну, это альфа. Альфа, это альфа, это нормально. Ничего плохого здесь нет. Но, как бы, вот я уже подхожу к концу видео и говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok